Сегодня поговорим про ситуацию, которая произошла у нашей клиентки. Она пришла после того, как несколько раз попалась на мошенников. Проживает она в Европе, Германии. Женщина в расцвете своей женской красоты, в возрасте, когда все еще у нее впереди. У нее уже есть ребенок. У него от того брака, который сейчас, скажем так, был закончен. Постречала она мужчину, который просто взбаламутил все чувства, которые в ней копились все долгие годы. Она влюбилась в него. Он тоже показывал вид, что влюбился. Но на самом деле оказался просто таким раздолбаемым лавеласом, который с удовольствием проводит время с красивыми женщинами. И старается ничем себя не ограничивать отношения, про которые он говорит. Он говорит чисто для того, чтобы завладеть женщиной, чтобы лапши ей навешать на уши и потом свалить. В тот момент, когда уже в жареном запаху и требуется какая-то от него ответственность, какие-то дальнейшие шаги, замужество и все прочее. Здесь в этой ситуации интересно, что первое, это то, к кому она до этого обращалась. То есть там вообще веселая ситуация. Ну, веселая она, скажем так, взгляд со стороны, она веселая. Для самой женщины, конечно, наткнуться на мошенников, изоплотить деньги, потерять время, потратить нервы свои. Это очень дерьмовая такая ситуация. Но сейчас, на данный момент, она находится уже в надежных руках. Поэтому все в этой ситуации получится, я думаю. Так вот, что произошло. То есть она нашла какую-то мадаму, которая типа ведьма. И какую-то небольшую, незначительную довольно сумму она заплатила там 200 или 300 евро за то, чтобы она выполнила обряд. Заплатила она, если мне память не изменяет, за материал. И та женщина приступила к работе. Естественно, так как это мошенник, то спустя там один-два дня тут же звонок. И говорят, ой, типа того, не могу. Не могу ничего выполнить. Ничего не получается. Тут какая-то там, блядь, книга открыта. Теперь ее не закрыть. Чтобы закрыть, надо еще добавить там что-то 900 или там 1000 евро за эту работу. Вот. Типа очень нужный этот материал там. Что, чтобы закрыть, потребуется там участие консилиума из 16 каких-то там колдунов. То, что они все вместе соберутся и будут одновременно там работать над этой ситуацией. Ну, короче, полный бред. Вот. И тут она смекнула, что как-то это все неправдоподобно. Причем человек не показывает своего лица и общается текстом. То есть звонки, видеозвонка там не дождешься, не получается связаться. Вот. По видеозвонку только может смотреть на нашу героиню, заказчицу. Такие ситуации, они сплошь и рядом постоянно возникают. То есть мошенник всегда ведется любым образом, любым способом, так, чтобы получить денег и ничего не делать. И получить их как можно быстрее. Поэтому будет придумывать кучу всякой фигни и требовать дополнительных оплат за ту же самую работу, которая изначально стоила там те же самые, вот как многие говорят там, обращаясь, то, что почему так дорого? Типа вот там стоило там 200 евро, а здесь там, допустим, работа стоит там 2000 евро. Почему так дорого, как так получилось? Потому что реально работа не может стоить ни 100, ни 200 евро. В такой ситуации могу вам посоветовать только посмотреть побольше видео, которые там на этом канале размещены. И для себя определить, как вы можете оценить ситуацию, когда вы обратились к человеку, что он вам ответил. Показал он вам свое лицо, не показал. Как он себя называет, нормальным человеческим именем или какой-то псевдоним выдуманный, да? Какая-нибудь ведьма Амфиса, потомственная там в десятом колене, которая не показывает своего лица и переписывается с вами в каком-нибудь вайбере там, да? Поэтому внимательно смотрите на то, как вы взаимодействуете с этим человеком. Тем более, если человек не смотрит фото, не говорит о том, что он может, не может помочь. Здесь сразу надо задуматься о том, кому вы обратились, к реальному человеку или к какому-то мошеннику. Тем более, когда человек соглашается или предлагает сам результат за один-два дня, за три дня, за неделю, что все, к вам вернется человек после того, как вы закажете работу, все это полный бред. Такого не бывает, в принципе. Поэтому будьте аккуратны, осторожны при таком выборе. Это первое. Второе, о чем я хотел сказать про конкретную ситуацию, которая произошла с нашей клиенткой, она как-то забыла о том, что находится в Германии, о том, что законы Германии позволяют чувствовать себя защищенной женщиной, которые находятся в отношениях, официально оформленных. То есть, когда женщина подает на развод, женщины вместе с мужчиной подают совместно на развод, неважно, то есть они расходятся по какой-то причине. Да, они там должны прожить год раздельно, подтвердить это, и после этого, если они все еще хотят развестись, то их разведут, скорее всего. Но отказываться от помощи, которая законом Германии, допустим, и некоторых европейских стран тоже, так же, как и Соединенные Штаты Америки, там то же самое. Там есть огромная поддержка со стороны закона, со стороны правительства для женщины, которая родила ребенка в отношениях от этого человека. Оформлены эти отношения, как муж, жена, или не оформлены. Если отец записан, то этот отец несет материальную ответственность. Он должен выплачивать алименты, причем этих алиментов может даже хватать на нормальную жизнь ребенку и на какую-то поддержку матери. Понятно, что там не факт, что этих денег будет хватать на обоих полностью обеспечивать, но во многих случаях этих денег будет как минимум достаточно для того, чтобы чувствовать себя нормально, что не побираешься, не ломаешь голову, как же теперь жить. Вроде отношения закончили, и при живом отце ребенок будет страдать, потому что отец решил не платить алименты и вообще не поддерживать должным образом развитие ребенка и так далее. Поэтому тот, кто находится в такой ситуации, обязательно должен задуматься. В России тоже есть определенные, скажем так, законы, которые позволяют также добиваться того, что муж, отец, ребенка обязан делать. Как он должен помогать, в каком объеме. То есть в зависимости от ситуации, женщины часто принимают решение, что типа, ну, сама справлюсь, ничего мне не надо от него. Но это неправильно. Вы в первую очередь должны думать о своем ребенке, о том, какое будущее вы ему даете и как он сейчас вообще, в принципе, будет существовать, как он будет жить, на что он будет одеваться, кушать нормальную пищу. Она сейчас не дешево стоит. Так что какое образование он получит, какую медицину он будет получать. Так что задумайтесь о том, когда вы разрываете отношения со своим мужем, от которого есть у вас ребенок, неважно даже, где вы находитесь, везде вы должны быть обеспечены этим человеком. Неважно, инициатор вы разводы или инициатор он разводы. Ребенок должен получать то, что ему по праву должен выплачивать отец, который оставляет вас, начинает новую жизнь. Так что не забывайте, это ваше право, это будущее ваших детей. Ну, а мы с вами встретимся в новых видео. До скорого.